Добрый день, уважаемый студент! Меня зовут Пеляев Глеб Александрович. Сегодня мы подошли к изучению новой учебной дисциплины, которая носит название «Конституционное право зарубежных стран». Сам термин «Конституционное право» традиционно употребляется в трех основных значениях – как отрасль права, как учебная дисциплина и как наука. Как отрасль права, конституционное право представляет собой совокупность внутренне согласованных юридических норм или правил особого рода, регулирующих особую сферу общественных отношений, прежде всего основой устройства общества и государства, правовое положение личности в нем. Как наука, конституционное право представляет собой совокупность учений, взглядов, теорий по вопросам конституционного права, изложенных в диссертациях, научных статьях, монографиях и прочих источниках. И как учебная дисциплина, конституционное право представляет собой предмет преподавания в высшей школе. Нету такой отрасли права, как конституционное право зарубежных стран. В каждой стране свое конституционное право. Мы можем говорить о конституционном праве Германии, Франции, Великобритании и так далее. Своё название конституционное право получило от особого правового документа, основного закона страны или конституции. Однако конституционное право не сводится только к конституции. В него также входят иные конституционные акты, законы парламента, декреты и указы глав государств, постановления и ордонансы правительства, заключения и решения конституционных судов и советов и так далее. Основное, что отличает эти нормативные правовые акты от других, это то, что они регулируют основополагающие базовые отношения во всех сферах жизни общества. Политической, социальной, экономической и духовной. Конституционное право зарубежных стран, как учебная дисциплина, состоит из двух частей. Общий и особенный. Первая часть, общая. Включает в себя основные институты конституционного права зарубежных стран. Так, в ходе изучения первой части вам предстоит разобраться с такими темами, как основы учения Конституции, правовой статус личности в зарубежных странах, политический режим, форма правления, форма политико-территориального устройства, избирательное право, избирательная система, основы органов местного управления и самоуправления, глава государства, парламент, правительство и другие. Вторая часть конституционного права зарубежных стран включает в себя конституционное право отдельных государств различных правовых систем. В данном курсе вы будете изучать только общую часть конституционного права зарубежных стран. При изучении курса мы предлагаем студентам пользоваться рекомендованной литературой. Прежде всего это учебники под авторством Василевича, Черкина, Маклакова, Мишина и других. Также просим студентов не забывать о дополнительной литературе. На этом у меня все. Желаю успехов в изучении данного курса.